В прямом эфире студия репортер Дмитрием Богомоловым. Сегодня поговорим о карате. Одесская спортсменка Анастасия Степашко стала гранд-чемпионом по итогам всех этапов премьер-лиги. Сегодня победительница у нас в студии. Здравствуйте, Анастасия. Поздравляем вас с этим успехом. Также у нас в гостях тренер Анастасия Степашко Игорь Негатуров, а также представитель Одесской областной федерации карате Александр Негатуров. Здравствуйте. Анастасия, расскажите о своем успехе. Как удалось на протяжении всего сезона демонстрировать такое мастерство и стать чемпионом? Было всего 10 этапов в этом году. У меня получилось поехать на 6. Там такая рейтинговая система, то есть баллы начисляются за каждый турнир, за каждый бой, за баллы, которые ты берешь, сколько боев проходишь. И поэтому у меня получилось побывать на 6 турнирах, это довольно много. И я узнала, что я первая в рейтинге только перед последним этапом, который был в Японии, две недели назад, по-моему. Я приехала из Германии, там стала третьей, и мы посмотрели рейтинг, я была первая. Но в Японию у меня билета не было, то есть я не собиралась ехать в Японию на последний этап. И очень боялась, что девочка, которая была на третьем месте, словачка, она заявилась на Японию, я боялась, что она меня обойдет. Но мы смотрели, обновляли рейтинг, и она стала там, по-моему, третьей. И на 10 баллов она все равно меня не догнала, и я получилась первая. Как сам финальный, последний этап прошел? Для меня это была Германия. Бронза, да? Бронза, да. Я взяла там бронзу, у меня было, боже мой, сколько, 6 боев. 5 я выиграла, да? Да, 5 выиграла, 1 проиграла. 1 проиграла, да. За третье место дралась с русской. Зайцева. Зайцева, да. Я на прошлом чемпионате Европы в команде с ней встречалась и проиграла. Ну, вот поэтому для меня было так важно. И взяла реванш, победила. Да, да, сейчас победила. Поздравляем с этим успехом. Это очень высокое достижение для одесского карате. Игорь, вы как тренер, наставник Анастасии. Расскажите, как вы на протяжении всего сезона ее настраивали на этапы, и как вообще развивалась Анастасия на протяжении всего сезона? Ну, мы не ставили главную, скажем так, цель выиграть какой-то этап или, скажем, ну, по итогам года быть там гранд-винером. Ну, как бы, просто это были все чемпионаты, подготовка к какому-то, ну, к главному старту. Это в мае месяце был чемпионат Европы, и, как бы, перед ним у нас, ну, как, довольно-таки успешно прошло несколько этапов. Вот в Египте Настя выиграла этап, после этого потом сразу на следующем этапе в Голландии она стала пятой, и после чего вот этих двух этапов она вышла на первое место в рейтинге. Ну, мы, как бы, не за ним так, ну, следили, смотрели, что как происходит, но не ориентировались. Потом она еще стала девятой в Австрии, и тоже, как бы, там сохранила высокие позиции, она была, по-моему, в пятерке. А потом был чемпионат Европы, и, как бы, мы уже все за это не следили, за этим не смотрели. После этого она еще поехала, мы были командой в Стамбуле, там, как бы, так, ну, рядом с причиной мы, как бы, так, проиграли, потому что не было возможности хорошо подготовиться из-за травм. А в Германии довольно-таки неожиданно для всех вот так выстрела, так, для самой себя и для всех нас. Заняло третье место, и мы тоже, ну, за рейтингом не следили, только перед, и уже в Японии его обновили, что она стала первой. И вот так забавно наблюдать, потому что, как это из всех, кто у нее были в рейтинге, там, на первых позициях, была только девочка, это словачка, которая была третьей. И, как бы, так, можно сказать, в коротеках фотофиниш у них происходил, потому что разница в 10 баллов, это практически ничего. И в самом конце вот она осталась, вот, опять, ну, грандвинером по итогам года. Такое, ну, довольно-таки, ну, приятное вот событие произошло. Еще раз поздравляем с этим успехом. Александр, вы в мире одесского карате очень давно видели, как проходило становление Анастасии, еще с самых первых ее, наверняка, тренировок, как она начинала свою карьеру. Расскажите о достижении, о громком успехе Анастасии, и, ну, как сейчас она, как спортсменка, себя проявляет? С 7 лет она в клубе Тигренок занимается, то есть уже сколько лет уже, мы уже, она здесь, и еще в 8-летнем возрасте она выиграла Кубок Мира среди детей. Тогда это было первое наше золото на таком крупном турнире. Вот, я рад, что она сохранила свою спортивную злость, свой задор. Тут Игорь сказал, что она неожиданно для всех, она стала третьей в Германии. Ну, это не совсем правильно, то есть у Насти есть все, все данные, чтобы выиграть любой турнир. Просто часто не хватало факта именно. Я был уверен абсолютно, что она будет призовой в Германии, и всегда расстраиваюсь, если вдруг она проигрывает где-то. Для меня это неожиданность поражения Насти, вот, а победа это обыденная, то есть я даже и не особо так поздравляю ее с победами, потому что это как обычное дело для меня, и для нее тоже. Сейчас вот старт, который будет в Австрии, чемпионат мира, ну, если будет фарт, то все будет хорошо. Ну, а фарт мы не можем заказать заранее. То есть это уже как сложится. Но то, что Настя готова, то, что она может, и то, что по потенциалу она одна из сильнейших... Спортсменок Украины. ...сильнейших спортсменок планеты, это однозначно, потому что у нее есть победы над всеми лидерами. И в ее категории весовой, ну, кстати, и как бы лидеров, а основных таких и нету, то есть таких, что там, а супер какой-то там, которую девочку надо бояться, там, или опасаться, что она сильная. Но мы можем подобрать ключи к любой сопернице, и тактические ходы придумать, и выиграть можем абсолютно все. Но это уже будет от фарта зависеть. И, конечно, от состояния здоровья, чтобы не было травмы. Вот, фу, конечно, тут такое, потому что в Стамбуле мы проиграли из-за травмы, которая нам просто мешала. Ну, и в Германии тоже она практически не готовилась. Тоже была там травмированная. Но сумела, то есть смогла то, что должна была сделать, и все. Мы еще обязательно вернемся к теме чемпионата мира, предстоящего в Австрии. Ну, для начала, вот очень интересно, Анастасия, расскажите, как вы оказались в карате, что для вас означает этот вид спорта, и как проходили, может, первые годы, первые победы, становления, какие медали, что запомнилось? Ну, я занималась художественной гимнастикой. У меня брат занимался карате, и когда у меня были каникулы, родители, чтобы я не сидела дома и не мешала, они решили водить меня на тренировки тоже с братом. Пока каникулы. Ну, вот у меня каникулы, они так затянулись уже на энное количество лет. Вот так я начала заниматься карате, и потом, ну, мне нравилось. Потом, конечно, были периоды, когда не хотелось ходить на тренировки, когда я там переводила все часы в доме, чтобы только проспать тренировку, чтобы родители меня не повели. Но сейчас я понимаю, что хорошо, что они меня заставляли, потому что, ну, это как, наверное, вторая такая жизнь, которая идет параллельно с моей, там, какой-то первой. И вот, ну, я уже не представляю без корыта, как бы, себя. Какие самые первые победы стали определяющими? Первые победы, я помню первые соревнования мои, когда у меня не было еще кимоно даже, и тренер моего брата, он пришел, подошел ко мне, я пришла посмотреть, поболеть за брата. И он подошел ко мне и говорит, иди возьми у кого-нибудь кимоно, найди и пойдешь выступать. Вот я нашла у кого-то кимоно какого-то мальчика, и это были мои первые соревнования, я вышла, даже не знала правила. Я просто била девочку по голове, мне давали какие-то предупреждения, я думала, что это баллы. Я проиграла, но было три человека в категории, у меня было третье место, я была очень счастлива, вот после этого, как бы, ну, начала уже заниматься. Спасибо. Игорь, расскажите, вы как тренер, какой, ну, расскажите про стиль, вот неповторимый стиль Анастасии, какие ее главные козыри, за счет чего удается побеждать в решающих баталиях, и, ну, тоже, может быть, про вот становление. На что вы обращали внимание и как подтягивали, какие компоненты мастерства Анастасии? Ну, с Настей очень, скажем так, просто работать в плане психологически, я ее совершенно не надо настраивать. Она, скажем так, сама себя может настроить, как бы, ну, и какие-то, скажем, допустные слова перед боем ей совершенно практически не нужны. И главная козырь остается то, что она в любой ситуации, в принципе, ну, ведет себя очень даже спокойно. Когда видно, что соперник начинает нервничать, то Настя совершенно спокойно, когда уже не с кучей, скажем так, нарушений, можно, скажем так, проиграть язык по ним, то она себя ведет на татами очень так уверенно. И не в зависимости, какой это бой, первый, последний, это за медаль надерется на каком чемпионате, и какой-то, ну, отрезок боя, там, последние секунды, когда все решается, или начало боя, то она ведется очень холоднокровно, и, как бы, вот этим есть ее козырь. Потому что она вот в любой ситуации, скажем так, переломить вход боя, ну, на свою сторону. Анастасия, расскажите о предстоящем чемпионате мира, как сейчас настраиваетесь, и как проходит подготовка к этому важнейшему старту сезона? Ну, сейчас тренируемся каждый день, вот в воскресенье уже поедем на сборы, у нас будет неделя сборов во Львове со всей командой, ну, и все, оттуда уже сразу в Линц, в Австрию. Будем очень болеть за вас в Австрии. Александр, расскажите про состав сборной Украины на чемпионате мира в Австрию. Я знаю, у нас есть много претенденток на медали, и интересно, кто поедет. В составе сборной Украины пять одесситов. Три спортсменки в Кумите. Это Настя Степашко, это Лика Терлюга, это... Анита Серегина. Да, Анита Серегина. И в Ката у нас спортсмен Чух из клуба Окинава и Крещенко. Еще среди мужчин, еще в категории минус 67, Валера Степанчук. А, да, да, Степанчук Валера еще есть, да. То есть, шесть спортсменов. Да, 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 основная часть команды обращается Одесская. Да, ну, не основная, но, скажем так, большая часть команды Одесская. Вот, одессит очень дружно в этом плане, и как бы поддерживают друг друга, и мы в одной команде с Украиной, то есть, ну, хороший сейчас психологический настрой. Как покажут себя, это уже как бы, ну, опять-таки, я вернусь к тому, чей его начал, фарт. Как вот будет он, не будет, как жеребьевка, как пройдет, как день накануне, как доедем туда. Ну, все очень имеет значение, вот это все. Очень трудный первый бой всегда, пока входим в эту все, очень трудно. А там уже дальше по накатанной пойдет. То есть, как бы, думаю, что особых психологических проблем не будет. Организационно мы сделали все, что нужно, все, что можно. Федерация сделала очень много. Федерация украинская, я финансирую спортсменов на поездки, финансировала, например, лигу. То есть, сейчас вот сборы тоже финансируют, в хороших условиях будут жить. Единственное, что меня лично так смущает, что сборы можно было в Одессе сделать, мы сделали бы не хуже. Ну, ну и все, так, а так все. Сейчас предстоит сбор во Львове перед чемпионатом мира. Игорь, расскажите о сборах, которые предстоят сейчас. И как вы считаете, насколько вот этот сбор может позволить выйти на еще на более оптимальный уровень формы сейчас уже в конце сезона? И как вы видите форму вашей подопечной после такого количества этапов в премьер-лиге, 6, на которых поучаствовала Анастасия? Как сейчас на чемпионат мира? В какой форме подойдет? Ну, так, надеюсь, что будет оптимально, а сказать точно, как оно будет, это, можно сказать, только после чемпионата. Потому что уже когда будет сделана вся уже работа, можно увидеть, как мы ее делали. А сборы, они, ну, просто помогают тем, что ребята, они, как бы, на время уходят от своей, скажем так, социальной жизни. Их, потому что они неделю находятся вместе, все вместе тренируются, и у них в мыслях только остается только спорт. И только уже они могут сконцентрироваться на результате. Им совершенно не будут их мешать, их, скажем так, домашние проблемы. Для этого, как бы, не необходимо. А в плане то, что сборную команды, там, ну, как-то так, скажешь, ну, подтянуть, как, ну, то уже тут, уже нету столько времени. Уже поздновато, как бы, подтягивают, да, и нету пока смысла, потому что тренера индивидуальные хорошо работают с командой. И в тренерском составе есть Денис Морозов, и, как бы, то есть, там, как бы, наш человек. То есть, все, думаю, что будет нормально. Анастасия, расскажите еще, вот, на чемпионате мира в Австрии наверняка будет множество соперниц принципиальных для вас. Может, есть те, с кем особенно хочется встретиться, и... Нет, я вам скажу, что у меня, ну, у меня нет такого, что нужно там, если ты кому-то проиграл, нужно обязательно отомстить. Я не знаю, вот, нет у меня, наверное, такого качества. Мне хочется выиграть, мне хочется больше выиграть у тех, кому я проигрывала. Но такого прям, что вот принципиально я хочу выиграть у него, нет у меня такого. Я просто хочу выиграть. Ну, может быть, какой-нибудь еще мотивационный такой порыв перед вот этим важнейшим турниром? Ну, какие, не знаю, будете находить в себе эмоции, чтобы, ну... Хотя, в принципе, когда такой уровень, я думаю, настраиваться здесь все дело в профессионализме. Ну, главное просто оставаться спокойным. Главное выходить... И не потухнуть, и не потухнуть. Выходить просто на каждый бой, драться каждый бой. Не надо настраиваться, что я должен пройти там... То есть здесь наоборот, нам на себя успокаивать. Да, нужно себя успокаивать. Я, например, не смотрю сетку до боев. Я там могу посмотреть ее только уже, ну, где-то перед началом категории, чтобы просто не нервничать, не накручивать себя. Ну, вот, ваш тренер сказал, что вы очень, на самом деле, спокойный спортсмен. Ну, я не показываю, если я неспокойная. Расскажите, как удается достичь такой гармонии? Может, есть какие-то секреты? Или, может, вы не хотите их выдавать? Нет, я не буду рассказывать. Если тренер думает, что я спокойная и все хорошо, то значит, все хорошо. Еще раз мы будем за вас болеть. Поздравляем вас с победой, с тем, что вы стали гран-чемпионом по итогам всех этапов премьер-лиги. Это супер достижение для одесского карате. И желаем, конечно же, успехов и побед на предстоящих турнирах. Сегодня у нас в гостях гран-чемпион премьер-лиги по карате Анастасия Степашко. Спасибо вам, Анастасия, за эфир. Также у нас в гостях сегодня Александр Нигатуров, представитель Одесской областной федерации карате. А также Игорь Нигатуров, наставник Анастасии Степашко. Спасибо вам большое за эфир. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами, живите спортом и занимайтесь каратэ.